Здравствуйте, Милана. Здравствуйте, Лена. Такой необычный набор профессий, который в конечном итоге привёл к профессии экскурсовода. Это было осознанно сделано или это был очень хороший задел на то, чтобы в будущем стать экскурсоводом? Все три профессии объединяет одно, там нет математики, чисто гуманитарий. А экскурсоводом становиться не собиралось. Думала, там самые умные люди планеты. Но так сложились обстоятельства, стало, не жалею ни минуты. Очень люблю свою профессию. Скажи, пожалуйста, те навыки, которые ты приобрела, получив, профессию филолога, профессию журналиста, специалиста рекламы, они помогают тебе в новой уже профессии экскурсовода? Ну, они являются её основой и не только помогают, они её развивают. И я считаю, что это самая, наверное, важная моя составляющая, вот эти навыки, чтобы двигаться дальше, не останавливаться на какой-то одной планке. Твоё участие в программах и акциях, которые сейчас проводит комитет по туризму, департамент культурного наследия, в частности, акции Дни культурного наследия, что это тебе дало? Обогатило ли это тебя как экскурсовода? Ну, это даёт, прежде всего, понимание, что ты нужен, понимание, что у тебя даётся ответственность выполнять какие-то более сложные задания в плане экскурсоведения. И, конечно, работать с самой искушённой аудиторией рынка – это те, кто записываются на экскурсии бесплатно. Стать экскурсоводом может каждый или всё-таки для этого нужны определённые навыки и способности? – Очень сложный вопрос. Но, как показывает практика, к сожалению, экскурсоводом быть не могут все. И дело даже не в навыках и желании, а дело в том, что кто-то делает всё для того, чтобы реализоваться, а кому-то не дано. Просто не дано даже по такому показателю, как тихий голос. Поэтому я, когда люди хотят стать экскурсоводом, подумайте, готовы ли вы работать в любое время года, готовы ли вы быть очень выносливым, много говорить, не есть мороженого, беззаветно любить свою профессию, много писать и быть очень стрессоустойчивыми. Вот это всё, из чего складывается так на вскидку наша работа каждый день. – Твои пожелания нашей ассоциации на следующие 30 лет? 30 лет ещё три раза, и сохранение самой бесценной составляющей ассоциации – это кадры. Спасибо ей за то, что нам, кто пришёл позже, посчастливилось работать рядом и общаться с настоящими легендами экскурсионного рынка, будь то гидопереводчики, либо наши коллеги-экскурсоводы, и за тот бесценный опыт, который стал традицией ассоциации и который передаётся из поколения в поколение. Наверное, для нашего суетного времени это одно из удивительнейших, уникальнейших явлений. Сама ассоциация, она уникальна. Твои пожелания, я думаю, это то, что, наверное, сегодня мог бы сказать и пожелать каждый член нашей ассоциации, каждый гид и каждый экскурсовод. Милана Львова, экскурсовод, филолог, журналист, специалист по рекламе, член ассоциации гидопереводчиков и экскурсоводов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова